Новогодние ёлки оставили челябинцы без денег. Вячеслав Филиппов закупил сотню хвойных деревьев и хотел их продать перед праздником. Но разрешение на торговлю не получил. Теперь продавец не знает, что делать с вечно зелёным товаром. В ситуации разбирался Андрей Михайлюк. Возле этих ёлок хороводов водить не будут и вряд ли их украсит мышурой. Деревья, скорее всего, выбросят или сожгут. Ёлки купил Вячеслав Филиппов в надежде подзаработать к праздникам. Но разрешение на торговлю не получил. Вячеслав Филиппов с уверенностью закупил ёлки и стал ждать разрешения. В этом году на весь трактор Заводский район выделили 8 точек сбыта. Пушистая ярмарка Вячеслава в список не вошла. Мужчина остался без денег с одними ёлками, которые теперь вне закона. Закупленные ёлки нам продавать не дают, не разрешают. Говорят, если станете торговать так, у вас ёлки изымут. Базар Вячеслава Филиппова известен среди местных жителей. Ближайшая хвойная ярмарка находится в двух остановках отсюда. Двигал сюда, принёс ёлку. Извините, например, женщина или что-то, и несут с птичей рынка ёлку. Это очень удобно. Так что у нас места стоят, значит, и можно. Вот то, что сезонные и праздничные, и людям куртят настроение, я считаю, что это вообще не стоит. Одним испорченным настроением тут не обойдётся. За продажу нелегальных ёлок деревья заберут, а продавцу выпишут штраф от пяти тысяч рублей. Пока у других новогодних бизнесменов вовсю кипит работа, Вячеслав обивает пороги мэрии. Действительно, 6 декабря он подал заявление об участии в специализированной ярмарке в расставлении места. Ну, в связи с тем, что по существующему порядку места ему не было предоставлено, но данный гражданин поспешил и приобрёл хвойные деревья и начал их реализацию. Без учения с нами договора. Предприниматель руки не опустил. Пытается получить разрешение на торговлю в другом районе города. Ведь зелёный товар через неделю станет уже никому не нужен. Андрей Михайлюк, Марьяна Лысенко, Кирилл Уланов. ОТВ.